Поехали. Поехали, поехали, ну так, сюда со мной штучку сон-то. Поехали. Да, готов? Не надо меня слушать. Не надо, поехали. Упакуйся, ты это, на стене. Блин, где-то солнце. О, это, нифига не видно, не то, что видно. Ну все, застегнул, застегнул, застегнул. Кондиционер на куртке с экраном. Пенсионеры гуляют Попили кофейку Все готов Атака Ну вот хайя бусочка Тачки Народу много Солнце светит Прям отлично Нет, надо закрыть Так, ну что Я ничего не вижу Малее есть камера пишет Вроде бы пишет Едем, больше по нашей красивой местности Перекур Это такая традиция, когда время есть, едем Примерно от гаража 40-45 километров Вот, что-то мой товарищ потерялся Ну, вы положили прямо слайд Не были мы тут пару месяцев Ну и где вы? Ну, водой человек Здесь будет ссылочка На вот это чудо Хотя нет, не только здесь Я еще ссылочку вам поставлю в описании Потому что человек очень-очень-очень качественно делает Сумочку Он прям Отличное качество Кожа Все дела Замочки Магнитчики Вот она вот там висит У меня сбоку Прям документы Ключи Последний поход Нас был Город Бремен Бременский музыкант И прям сумочка Она была там Но Ни в коем случае Не мешала тебе Как-то тебя не ущемляло Классно было Правда Мне прям Очень-очень-очень Она Понравилась Я вот смотрел на нее Наверное Полгодика Наблюдал Наблюдал Ну и все Надо покупать Потому что Скоро сезон И вот я Продал Которая у меня была Не очень И купил эту Которая очень Конечно Может кто-то скажет Там Дороговато Или что Но Качество Всегда стоило денег Так что Ребята Извините Как бы там ни было Человек иногда Вячеслав Делает скидочки Надо просто За ним наблюдать И Вполне Вполне У вас есть шанс Там В районе Рождества Бывают Летние Распродажи Там Что Вы там Можете получить 10-20% Скидочку Как бы Ну почему бы и нет Скидка Есть скидка Скидка Это всегда приятно Я надеюсь Что у вас получится У меня получилось Ему просто написал В инстаграме Могу Вот здесь Вот Потом Опять Опять-таки Кому интересно Просто Поставлю Ссылочку Обращайтесь К человеку Пишите ему У него Кожаные изделия Получил от него Пару дней назад Портмоне Прям Очень Заманил Меня Я получил Сумку И увидел У него Эту Портмоне В этом Инстаграме А я любитель Кошелька Кожаного Так что Это прям Был Зов Такой Что Вот Бери Я такой Ну что Думать То Долго Да Ручная Работа Есть Ручная Работа Кожаные Изделия Туда Сюда Я ему Только Написал Чтоб Там Ничего Не было Проклеено Я не люблю Когда Клеено В кошельке Все Пластиковые Карточки Начинают Пятнами Покрываться Как Мухоморы Грибы Какие-то Да Мы вас Баним И В протяжении Последних Десяти лет Как бы Разные Покупал Кошельки Там Абсолютно Разные Стоимости Ну как Разные Я имею ввиду В пределах Разумного Да Никто Не подумает Что я сейчас Там Луи Витон Конечно Нет Но просто Нормальные Там Какие-нибудь Кошелечки Там Брал И Такие 10 евро 20 евро 40 50 Вот Потолок Наверное Был 50 евро То есть Это Опять же Сумма Покупанная Но Если ты Пойдешь В магазин Он будет 180 Да И Обидно Факт Что Ты пойдешь Купишь Кошелек За 10 За 50 Он проходит У тебя Одинаково То есть Как Было Раньше В рекламе Говорили Если Нет Разницы Зачем Переплачивать Бабки А здесь Вот Именно Этот Человек Он Шьет Сам На Благое Дело То есть И Кожа Нормальная Да И Шов Красивый С цепочкой Как Байкерский Такой Портмонет Так Что Пишите Ему Заказывайте Оплачивается Это все Высылается Причем Человек Как Человек Из Краснодара А я В Германии При моей Допустим Оплате Я платил За кошелек Проходит Ну От двух До трех Недель То есть В принципе Быстро Еще Да Ну У меня Даже с Америки Конечно Да Ну Окей Европа Но Дело В том Что Все равно С России Пришло Там В последнее Время Прям Начала Почта Даже России Прям Благодарю Вас Вы начали Шевелить Булками То есть Начали Работать Отлично Из-за Этого Это же Не только Наша Заслуга Нашей почте Там В Европе Да То есть Это заслуга Вознам Ити Почта России Да Нашка Тушка Своё участие Принимает Пересылки Туда Сюда Как бы Нормально Работает То есть Я Что там Мешать С ней Хрень Какая-то То есть Заказываю У него С ним Договариваюсь Как мне Что надо Почему Деньги Переводишь Это опять же Вы договаритесь Перевожу Деньги И Максимум Три недели С Краснодара В Германии Кошелёчек Опять же Он Учитывайте Люди Одно Он лежит Здесь у нас На таможне Пока здесь Таможня Его не проверят Не дадут Добро Ну Я его Не получил Как бы Таможня На почте Проверили Потому что Он за границей Немецкая Проверяет Тоже Дает Свои Окей Говорит Все Приходи Забирай Говорит Свой Кошелек Говорит Все Пришел Забрал И нормально Так что Вот Чуваки Еще 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 Е-мое Как жуки Вот Сколько Сегодня Народу Бензин Там Палят Сегодня Прям Классно Следующую Неделю Передают До Тридцати Сейчас Человека Нашего Зизира Подождем Что Такое Потерял Ну Пристегивай А Давай Ой Е-мое А я Думаю Потерял Так Спрашивается Зачем Отстегнул Возможность Говорит Остановиться У нас Ее Тут Нет Потому Что И Здесь Не Очень И Здесь Не Очень Давай Чуть Проедем Сейчас Вот Здесь Пятачок Объясни Только Одно Зачем Ты ее Снял Ты Она же Где до этого Была Когда мы Приехали Да Ты Включи Заглуши Включи Первую скорость Он не укатится Я даже Последний раз Стоял Думал У меня Сейчас Свалится Ты Заряжаешь Что-то Да У меня Будут Походу Делать Скоро Глаза Как У Китайца В Одну Сторон Только Не У меня Еще Батарейка Есть Мы Сейчас Чуть Прокатимся Потом Я его Тоже Поставлю На Зарядку Что это Перчатки Снимай Перчатки Свои Руками Ставь Слышишь Руками Ставь У тебя Больше Пальца Будет Чувствовать Будешь Чувствовать Видно В общем Мне Вот Блин Ничего А Вот Вижу Вот Моя рука Так Зизер Вот Наш Сейчас 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 Чувствовать 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 Зизер Будешь Короче На видео Глаза Свои Не показывай Ты будешь Чувствовать Зизер Так Ну Чтобы Надо Как-то Называть Это Все Чувствовать Зизер Ничего Я Гранитурку куплю Еще Одну У меня Будет Две Газки С Гранитуркой У меня Одна Дома Лежит Газка Она Все Списанная Да Я Не могу Пока Еще К ней За Сколько Вот Эту Заводи Заводи Поехали О Боже Видал Ты Что БМВ Что Либо Ё Парни Театр Так Ну К Ё Моё Мама Звонит Не Не Звонит Шутка Это Был Так Прикол Так Ну Че Про Сумочку Вот Вот Она Вот Кстати Сейчас Видно У меня Тут Вот Лейбл Лейбл Так Что Была Бесплатная Типа Реклама Так Что Как-то Так Почему Бы Не Помочь Он Мне За Это Ничего Не Платил Просто Если вы Закажете Сделайте Человеку Добро Но Он вам Пришлет Качество Обмен Добро На Качество Ну Чуть Но Нет Так А Че Это у нас Тут За Конитель Человеку Она Перевернута Так Была Непонятно Непонятно Почему Ты Там Так Вот Это Вот Это Да Это Кавасаки Конечно Ну Как-нибудь Будет Интересно Я вам Расскажу Про Мой Мопед Че Да Ладно Что Сломал Что Ладно Что Сломал Че Сломал Пока Не Уебал И Лябка Брог Я тебе говорю Перчатки Сними У тебя Чувства Будет Лех Че Человек Зизир Так Ладно Брось Это Уронишь Я Кстати Над Этой Думаю Купить Эту Штуку Которую Камера Спереди Держит Чтобы Можно Будет Сверх На Другую Камеру Ставить Нет У тебя Здесь Не Стоит Угол Сбоку Видно Видишь Торчит Вверх Уж Опять Уронил Дома День Приклею Потом Дома Вау Поехал Этот Помнишь Синий Который Поломанный Да У него Такой Звук Скорее Сего Б Как Забыл Триумф Или Еще Что Там Или Дукати Какой Нибудь Ну Ты Главное Почини Дома Хорошо Что Мы Еще Время Не Уехали Да Нет Все Рано Посмотри Может Я Дам Этим Клеем Все Таки Подсадишь Таким Этим Клеем Ну Все Одевай Да Давай Вперед Человек Дизир Человек Дизир Так Опа Езжай Вперед Давай Пошел 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 Не стесняйся Так Ну что Едем дальше Такой У меня Зизир Был Кстати 8 лет Только Цвет Другой Соответственно 8 лет Человек Драйвер Откатал На Кавазаке CCDR 600E С 98 Лошадей Первые Модели На этих Мотоциклах Идеальных Ну не идеальных Для тех времен Идеальных Кобылка По немецким Законам По Страховкам Этим Не проходил Потому что В Германии Есть Золотая Середина По страхованию Мотоцикла И Когда у тебя Мотоциклов 98 Лошадей Или 101 У тебя Может быть Разница В 50 Евро В 100 Евро В зависимости От байка И это Обидно Потому что 98 Лошадиный Зизир Или 101 Или 101 У тебя будет Там всего лишь Три Лошади По идее Их даже Ты не чувствуешь Но эти Три Лошади Тебе могут Стоить 100 Евро Это Это Вот Прям Болит Потому что На мотоцикле Нет ни АБС Ни Кавазаки Это Мать Ниндзи После Этого Спортивного Туриста Они Чуть Скинули Пластика Поменяли Сделали Кавазаки Ниндзю 600 Потом Поменяли Мотор Добавили Сделали 900 Вот Так Вот Параллельно Шло Еще Цэд Икс 6 Это Называлось 9 Потом Было 10 Когда Литровый Был Как Вот Здесь На Этом Байке Котором Сейчас Еду Я У меня Сэд 1000 Сэкс Спортивный Турист Зэд Сэкс У Которого Малая Малая Бедная 1043 Кубика Сейчас В данный Момент 143 Лошади Кто-то Пишет 141 Кто-то Пишет 143 Но Главное Они Есть Они Есть Вот Человек Зизер Нас Пропускает Вперед Главное Они Есть Эти Лошади Ты Это Чувствуешь Здесь Много Всего Ну Ладно Я Не Об Этому Я Не Вам Говорю А Сетки Рассказать Потом Получается Так То Что Зизеры Были Основателями Вот Этой Удачной Рай Ниндзи Потому В принципе Мотор 600 Кубиков Ниндзи Не знаю В России Там Случай Были Смотрел Мутонблогеров На ютубе Которые Там Вот Зизер 400 Или 600 400 Во-первых Я в Германии Вообще Не видел Не помню Что-то Такое Видел Подобное Во-вторых Шестовки Шестовки Эти Они В принципе Надежные Тоже Я не слышал Такого Чтоб Кто-то Говорил Вот Там Мне Что-то Давит Зава Случай На днях Нашел Потому Что Я хочу Себе Купить Второй Мод Почему То Не знаю И Там У человека Пропадает Тасол Это Вообще Один из редких Случаев Смотрите Он Живой Пример Я Отъездил С 2011 Года По 2019 На Зизере 600 И У меня Никогда Не было Никаких Проблем С Тасолом И Поршневой Или Еще Чем Нибудь Просто Я Купил И Поливал То Ездил По Сток И Вон Трав В день Минимум Ну Редко Было Когда Я Меньше Сотни Проезжал Последние Два Года Я Вообще Старался Прям Реально 150 И Выше И Вот У У Меня Последние Туры Были По 300 Километров По 280 Перед Тем Как Я Купил За 1000 Ну А Зизер Расход Прям Шикарный То То На Нем Можно Ехать Чуть Встреча Разрешается Даже Подать На Бензине Потому Что 600 Кубиков Это Не Литр Это Это Маленький Расход То Есть Придевок Пятерочки Если Я Ездил На Дальняк Прям Реально Не Выжимал Постоянно Как Газульку Причем Он Еще Был Корбюраторный Да Он Был Корбюраторный И Все Нормально С Расходом Все У Него Четко Я Мог Ездить На Четыре Газульку Ну Доволен Да 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 Ну Вот Смотри Какой Классный Значок Он Меня Прям В Тормоз Попросил Ну Тормози Такие В Обилишки Так Что Если Кому То Интересно Найдете Шестовку Зизи Не Задорого Я В Принципе Если У Него Там Все Жидкости На Месте Долго Не Задумался Ее Просто Надо Если Ты Не Знаешь Что На Ездит До Тебя Сразу Взять Разобрать Чистить Карбюратор Воздушный Фильтр У них Залипает И Он Адски Сидит Под Баком И Тебе Надо Чуть Пластик Раскрутить Вот Это Вот Такая Боль Каласаковская Которая Вот Это Вот В те Года Была Делана Эти Такие Шурупчики Стрёмные И Они Реально То Ты Мож Там Сильно Нет Самое Но Неприятно Потому Что Опа Она Закрыта Блин Туда Вон Знак Закрытый Туда Да Закрыта Дорога Там Так Что Туки Вот Дела На Можно Наваливать Было Я Кстати Разогнал Несколько Раз На Автостраде Правда Не за Не за Городом На Автостраде Тебе Можно Ехать Хоть Четыреста Я Разогнулся На Шестьсотки Которые Блин Уже Было В те Года Уже Двадцать Три Года Двадцать 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 Это Прям Быстро Потому Что У него По документам Стояло Чето Двести Двести Сорок Что Ли Двести Тридцать Короче По Спидометре Ехал Двести Шестьдесят Но Это Спидометр У меня Эту Серию Был На Спидометре Потом Отметка Стала Двести Шестьдесят Максималкой На Старых Зизер Старого Поколения Была Отметка Максималка Двести Восемьдесят И Когда У меня Пару Раз Встретили Байкеры На Такой Же Сходочке Не Когда Посмотрели На Тахометр То Есть На Спидометр Но Они Такие Смотрят Ничего Се Двести Восемьдесят Типа Нормально Ну А Он Почти Что Столько Ну Я Конечно Когда Ты Двести Шестьдесят Едешь Мне кажется Все Пролетает Мимо Тебя То Последний День Это Очень Страшно В Принципе Из-за Этого Это Было Только Так Ради Теста Пару Раз А Не Так Что Вы Там Подумайте Что Я Прям Реально Не Наваливаю Как Балбес Там Нет Тем Более Уже В то Время Когда Через Год Зизера У меня Уже Появился Ребенок Первый Это Уже Было Наваливание Двести Не Моя Цель Вообще То Я Сейчас Катаю И Вообще Мне Не Интересно Как Наваливать Там Триста Это Вообще Не Мое Не Интересно Дальняк Да Это Вот Прям Прям Чешется Чем Чем Больше Ездишь Мусор Даже В Германии Бывает Кстати Макдональдские Балбесы Которые Макдональдские Закупаются